Сложно взять на себя ответственность за свое здоровье, здоровье ребенка. Все время хочется переложить ответственность на врачей, на авторов методик оздоровления, на авторов книг. В чем искать причину. А вот смотрите, Мария, да, это так удивительная позиция. Вот сложно, во-первых, это сложие. Взять на себя ответственность за свое здоровье. Кто может из трех, ребенок, родитель и взрослый, взять ответственность на себя? Ребенок нет. Родитель, у него надо важно. А взять ответственность на себя, может тот, кто может, могу, да, могучка, взрослый. И этот взрослый, этот взрослый, он, его просто нет. Он где-то обижен и травмирован. Просто некому это брать. И тогда начинается, да, перекладывание ответственности. Я специально задал этих два каверзных вопроса, да, вот в своем посте, там, ответственен психолог или неответственен психолог. У психолога нет ответственности за вашу жизнь. Вот у меня, по крайней мере, точно ее нет. Может быть, у кого-то другого, какой-то другой психолог, понимаете, именно какой, берет на себя ответственность, но я нет. Это ваша жизнь. Я могу просто посвятить вам, показать, как это работает у вас. Причем, вот у вас это может работать вот так, а у другого человека это может работать совершенно по-другому. И если психолог начинает брать ответственность, он начинает делать все из своего опыта. Ну, у него всегда появляется ответственность. тогда он должен делать все очень хорошо, чтобы его не застыдили. Да, за похвалу. Мне не нужно хвалить. Мне прикольно и так, и без похвалы, и без стыда. То есть, я знаю, что каждый человек, который проходит консультацию, он приходит к себе. И вот в том моменте, удивительно, у него происходит великолепная вещь, называется катарсис, да, он приходит к себе рано, там, ну, сразу это невозможно, потому что есть инерция, да, то есть, эта ситуация движется как минимум, минимум 20 дней. Почему я говорю, что между процессами ребенка и взрослого нужно как минимум 20 дней? По одной простой причине, что не прошел один катарсис, накладывать на него другой катарсис, да, он просто может плохо стать. Может давление подняться, может еще что-то. Когда человек начинает методично, методично, методично идти к этому, ну, то есть, вот надо, да, то есть, на одном родителе, надо, важно, мне надо делать медитации, не понимая, зачем он это делает, его просто может разорвать. Главная задача, что после каждой медитации, посмотрите, что происходит. Когда ты начинаешь в это верить, только после того, когда ты это проверишь. Правильно ведь? Думаю, ощущаю, чувствую, понимаю. Вот когда ты начинаешь чувствовать, когда ты начинаешь приходить к своим чувствам, когда ты начинаешь понимать, осознавать, что другой человек в порядке, в полном, что все, что происходит с тобой, если тебе как-то плохо или что-то, в порядке ты, к другому человеку это никак не относится. Это просто твоя боль, которая, вот сейчас пришло то раздражение, которое, которое вот сейчас пришло. И нужно посмотреть, что это за раздражение. Каждое раздражение, это пришел тот самый его величество опыт, который нужно тебе закрыть. А как его можно закрыть? Спуститься в ту глубину, где он открылся, этот опыт. Простить себя в нем, не закрыть. Сказать, все, я ее закрываю, он мне больше не нужен. Те, кто медитации проходил, он знает это, как делать. Возможно ли быть всегда счастливой? Я устала психовать и злиться, срываться на ребенка. Четыре дня испытывала безусловную любовь, счастье, а сегодня сорвала спину и опять чувствую уныние, злость на ребенка. Возможно. Я счастливый. Каждый день. Даже открою тайну, даже и мыслей-то нет в голове. Потому что это очень интересный момент. Вот это то, как раз, о чем я говорил. Извиняюсь, просто с именем, я не прочитаю, Микс, Юлия, да, Юлия, наверное. Вот я говорил в тот момент, когда вы трансформируете какую-то травму, вы получаете психическую энергию. И как только у вас нет желания, или желание не ваше, да, почему я говорю, что вот утром лучше делать, чередовать постоянно галерею успеха и ясность и подлинность. Потому что ясность и подлинность приводят вас к сухому остатку, а галерея успеха вдохновляет на желание. То есть вы видите то, что уже это произошло, ваше желание. Две, три, четыре медитации, и вы начинаете видеть прям, они в пространствах открываются таких, что вы видите все, что у вас уже есть, все, что вы пожелали. И как только вы это видите, вы начинаете, это начинает притягиваться к вам. А ясность и подлинность – это осознавание то, что происходит, то, что не дает вам возможности это получить. И когда они чередуются, а вечером делается благодарность, да, то есть ты начинаешь благодарить этот опыт, благодарить эту силу, которую ты получил оттуда. Но как только потеряется желание, да, ты начинаешь вытаскивать эти травмы. Это так интересно, да, вот этот свет, так называемый, ну давайте представим какой-то объем, да, и вот туннели этих незакрытых опытов, да, куда вам нужно этот свет потратить. И вы просто, вот все, что вы нарабатываете, вы сливаете туда в эти опыты. Их надо просто дальше вытаскивать, вытаскивать и закрывать. И когда вы закроете этот туннель, вот эта вот вся энергия пойдет на созидание ваших желаний. Либо вы можете сразу сказать, так, я туда не желаю это отдавать, а желаю отдать на созидание своих желаний. И тогда это же вы, да, то есть и ваш банкир, мозг. Ну, то есть мы говорим, что вот этот вот свет, так называемый, да, прана, это банк вашей психической силы. Этот банкир начинает тратить их на желания. Как только вы перестаете тратить их на желания, вы опять открываете этот туннель, и все это сливается туда. Но когда вы освещаете эти опыты, старые, незакрытые, да, это же какие опыты, это стыд, обида, гнев, там, позор, унижение, прочее, 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 они начинают включаться и работать для того, чтобы вы их приняли. Это такой постоянный, постоянный, постоянный процесс. Процесс принятия жизненной силы. То есть вы такая, как-то девочка тут сказала, как же завод говноперекачки, там, или как-то говноперекачки, ну, то есть что-то такое, да, то есть ты трансформируешь вот это вот, все, что ты там накопил, то, что невкусно пахнет, там, и прочее, прочее, прочее. В жизненную силу. Знаете, похож вот завод, когда в коровниках вот складывают навоз, да, а потом из него получают газ и отапливают там все вот на свете, да. Вот вы такой завод. Самый главный момент, вот, как можно больше этих обид, вот этого вот ненужного навоза внутреннего, да, просто переработать в газ, который осветит вам дорогу вперед. Девочки, еще раз говорю, вот послушайте, пожалуйста, правда, я, наверное, ну, наверное, целый вебинар по этому поводу дам. Вот, может быть, с Анной мы вместе дадим этот вебинар, да, мужа терять, мужа менять, только время терять. Нет никакого смысла. Как простить мужа, если в ссоре произнес, что женился только из-за ребенка? Счастье какое. А кто может простить его? Мама? Мама всегда простит. Все терпящие твою же мать Тереза уже давно простила. Опростить себя. Посмотреть, что там произошло на самом деле, и найти это, найти эту ситуацию, и просто вытащить ее, и на свет осветить ее. Как только ты ее осветишь, простишь себя, она исчезнет. И тогда муж скажет, о, жена, да ты еще и собеседник. О, жена, да ты еще, оказывается, у меня и та самая женщина, на которой я женился. Я всегда, наверное, часто на эфирах говорю вот эту вот интересную фразу, которую мне подарил один мой очень хороший друг. Они 30 лет в браке, и в этом году, вот, в 2018-м, он отправил вторую дочь учиться в медицинский институт в городе Хабаровске. Живем в Комсомольске на море. И жена говорит, ну что вот там, старый, мы с тобой уже там 30 лет прожили, вот детей уже там отпустили учиться и прочее, прочее, прочее. Он говорит, дорогая, вот прям, прям сакраментальная фраза, ее можно прям где-то записать большим этим. Он говорит, дорогая, когда я на тебе женился, я этих людей не знал. Это удивительно, да. Дети для чего нам даны? Для того, чтобы мы осветили все свои детские обиды. Кто не может играть с вашим ребенком, там, трехлетним? На кого вы кричите на четырехлетнего? То, что он себе позволяет? Почему вы кричите на него? То, что не позволяли вам. И это очень обидно, когда вам это не позволяет. И происходит травма, вот она и пришла. Туда нужно просто найти... И дети это великие учителя, которые дают нам возможность принять все свои травмы детские. Говорить о том, что я уже ничего не помню, ну, это смешно. Любой процесс, вот, любой медитативный процесс, там, пройдя его два-три раза, приходят такие удивительные аспекты. Мне девочки поговорили, там, и двухлетних они себя видели, где там, их там с горшка снимали, да, или там приводили в садик, садили на горшок. Там, травма такая была, мамы, папы нету, чужие тети, которые садят тебя на какой-то железный горшок, и там куча народа, и тебе, ну, некомфортно, да, то есть, как, любят психологи говорить, да, то есть, в зону границ тебя запустили. Там просто стыдно. Первый опыт из стыда происходит. Сколько опытов в садике происходит интересных, да, то есть, и все эти опыты вы можете принять, простить себя в них со своими детьми. Когда вас что-то раздражает очень сильно, остановитесь и просто простите себя. И вы прямо увидите, как это происходит, удивительно. Вот, там, допустим, ребенок кричит, да, и вы прерываете его ор. Вы подумаете, что вы делаете в этот момент? То есть, представьте ситуацию. Идет огромный поток энергии. Почему ребенок кричит, да, потому что идет большой поток энергии, он дошел в какое-то пространство, сам того не понимает, да, и это пространство как-то, оно как-то действует по-другому. Он не знает, что с ним делать, и он кричит. И вы берете и закрываете ему рот. И это пространство начинает его разрывать. Вы перекрыли этот опыт, и вот этот вот кусок вот этого, кусок этой энергии уходит у него на эфирный план. И на этом эфирном плане остается. И завтра произойдет какая-нибудь ситуация, вот этот эфирный план, это та самая сила, которая будет давать, которая будет для мальчиков, когда они будут орать на жен с этого эфирного плана. И прочее, прочее, прочее. А когда он прожил этот опыт, то есть вот посмотрите, как это делают дети. Он сейчас плачет, через три минуты он уже играет. Он прожил этот опыт, и он ему больше не нужен. И в этом опыте, в этом опыте, он все, он его забыл. Если вы не прожили этот опыт, он все равно придет к вам допрожиться. Но только это будет уже, знаете, как с ветрянкой, когда в детстве переболел. Ну, переболел, покричал, поорал, и все забыли. А когда это во взрослой жизни приходит этот опыт, и там вот это скопище тухлой энергии, которая там уже прожила вас 20-30 лет на эфире, она трансформировалась уже в такой, в уголь какой-то там, или еще во что-то. И когда она выходит, она начинает разрывать тело. Так это просто происходит. Поэтому, вот с детьми внимательно, давайте им возможность допроживать этот опыт. Да, это не всегда комфортно, потому что я же мать, она же не может, чтобы ребенок там упал, ногу поранил там, или еще что-то. Его же нужно пожалеть, взять железный шнур и пожалить его. То есть дать ему возможность не прожить его опыт. Это очень важный момент, особенно для девушек, которые вот сейчас смотрят эфир. Посмотрите вот в этом направлении. Это правда очень, очень такая штука, которая дает возможность вам осознать потом и свою боль. Потому что еще раз повторюсь, что дети наши великие учителя, которые дают возможность нам увидеть нашу боль. Вот я рассказывал уже, наверное, уже, ну, наверное, кто знает, кто не слышал, да, когда мы поехали отдыхать, и дочь у меня уронила планшет, ей сказали, Арина, зачем ты это делаешь? Ну, неправильно. Она нечаянно уронила, она вышла посредине, посреди зала, и со всего маха бахнула его в пол. Да прожила опыт, так сказать. Я вышел на балкон, меня, ну, я понимаю, что я что-то, что-то меня поймал. Я нашел, я нашел того маленького ребенка, которому запрещали что-то делать, да, там я вы, там, там был целый процесс, я вышел там, поцеловал, я говорю, ну, благодарю тебя, дорогая, это прям процесс, прям глубокий процесс бы у меня колотило внутри. И когда ты осознаешь, что когда тебя колотит, что что-то пришло, и ребенок здесь совершенно не виноват, это просто твоя травма. Ты идешь ее и убираешь. Ну, опять же, да, вот, отличный психолог, да, я не отличный, отличный от кого? Момент простой, я просто психолог, который занимаюсь своим делом, и очень люблю, и я очень радуюсь, когда люди, я правда, очень радуюсь, когда люди начинают сдвигаться и идти в свою жизнь, радуюсь. Это правда для меня. Знаете, как говорит Вера Леонтьевна, самый, самый лучший, самая лучшая оценка психолога, это когда клиент, видя его, переходит на другую сторону, ты ему больше не нужен. Вот, ты ему просто не нужен, он стал психологом для самого себя. И вот, наверное, это самый лучший, ну, как сказать, дурацкое вознаграждение. Ну, по крайней мере, для такого дурака, как я. Дурак, это дуэ, это окол, ара, это солнце, да, то есть, я не бегаю за кораблями, да, я просто стою и свечу. Это так здорово, и правда кайфово, и людям кайфово, и тебе кайфово, и жизнь прекрасная, и просто счастье какое-то. А если психолог на сессиях говорит, расскажи что-нибудь, без вопросов, это нормально, я ушла, мне не подходит, но вопрос, так у всех, я не знаю, как у всех, у меня по-другому. Я первым делом у человека спрашиваю, какой у тебя запрос, зачем ты пришел, вот просто для чего пришел ты на эту сессию, потому что сессия стоит, ну, она денег стоит, да, и человек пришел, он заплатил деньги, он заплатил деньги, он должен получить на 100%, он должен выйти от тебя, 100% осознавая, зачем он туда пришел. И любой запрос, это какой-то определенный, вы помните, мы говорили про тоннели, да, которые там, незакрытых опытов. Вот, ни один психолог мира не сделает так, чтобы раз, и закрыть тоннели. Это нельзя сделать, невозможно, это подсознание. И моя задача, повести, именно за тем ресурсом, который по запросу, чтобы человек зашел именно в ту глубину и получил именно тот ресурс, который нужен ему для этого запроса. Потому что, если он получит больше энергии, чем ему нужно для этого запроса, тогда он начнет не только делать запрос, а он еще начнет открывать новые опыты. И, ну, то есть, его будет расшатывать. Поэтому, а где можно обучиться буковице, о которой говорит? Кто говорит? очень много профессоров, которые учат русским, зайдите в интернет, посмотрите, очень много обучает сейчас людей, очень много удивительных людей, которые изучают эту буквицу, осознают ее, учат ее. У меня вот, моя удивительная подруга, которая очень давно занимается, уже год или два, или три, этими вопросами, построение, там не только же буквы, как слова, да, там же еще и слоги, допустим, как Иг, Ра, Ра это направление, а Свет, да, Иг это порядок, Га это движение, Но это вперед, то есть, и вот эти вот моменты соединения этих слов, там, Нога, движение вперед, там, Игра, порядок Света, то есть, каждое слово, это целая молитва, это целая мыслеформа, осознать, ну, знаете как, имеющий уши да услышит, да, то есть, ищущий да обрящен, стучите, и отворят вам, да, то есть, Евангелие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова